Барнаул, конечно, горнозаводской, но об этом уже и забывают. От сереброплавильного завода остались руины, но есть и те, кто историю помнит. Например, поделиться знаниями готовой организаторы выставки, посвященной ювелирному делу на Алтае, банкнотам и монетам. Из серебра, выплавляемого в Барнауле, царская Россия чеканила 90% монет. Вот только один из самых любопытных и дорогих экспонатов выставки – купюра Белой Армии. Своих денег не было, потому что не было никаких у них ни монетных дворов, естественно, ничего. И они вышли таким легким способом. То есть они стали делать печати на купюрах. И когда пришла уже советская власть, то есть эти купюры все уничтожались. И такую купюру найти сейчас очень крайне редко. Я ее нашел на заводе в кабинке рабочего, то есть в рваном помятом состоянии. Еще одна значительная часть выставки расскажет о ювелирном деле в стране советов. До перестройки многие мастера работали подпольно тем. Интересней самодельные горелки и матрицы. Тегли и надфили. На выставке расскажут о том, как в атеистической стране появились нательные кресты. И о том, какие тайны мог хранить советский пылесос. В него, так скажем, засасывали серебряную опилки. Что оставалось от украшений. То есть наждачкой пилили, и что оставалось, собирали пылесосом. То есть никто, если придет проверка, никто не заметит, что делали, как делали. Экспозиция разнообразна. Здесь ювелирные украшения действующих барнаульских производителей. А рядом древние кольца и подвески. И обязательный интерактив. Мастер-класс по чеканке и выплавке украшений. Чтобы не думалось, что работа у ювелиров не пыльная. Просто пыль эта стоит дорого. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.